Да, здравствуйте, Алла Юрьевна. Все ли хорошо видно? Добрый день, глубоко уважаемые коллеги. Очень жаль, что мы не в Томске, но так уже сложилась жизнь. Ничего, у нас в Петербурге снег идет, май наступает с большим удовольствием. И мы будем сегодня говорить о злободневной теме, которая, наверное, уже, в общем, на зубах скрипит. Ну, что делать? Да, вот, о лечении коронавирусной инфекции в эпоху пандемии. Не о лечении коронавирусной инфекции, вот уж оговорка по Фрейду, а о лечении слезосудистой патологии, в частности, гипертензии во время пандемии. Ну, начать я хотела с такого теоретического вступления, из чего складывается вообще сложность всей проблемы коронавируса на сегодняшний день. Хотя, наверное, здесь можно добавить еще и четвертый кружочек со временем. Значит, есть влияние самого вируса и есть его довольно длительные последствия, о которых мы тоже будем говорить, чисто медицинские, которые происходят с человеком и рождают в собой в дальнейшем и социальные последствия, в том числе и снижение способности работать и повторной госпитализации и многое другое. Есть реакция на эпидемию, связанная с политикой, с общественной реакцией, с наличием социальной напряженности, таких страхов, есть религиозные проблемы, есть проблемы либо принятия, либо непринятия ситуации, противодействия, вопросы гипердиагностики, гиподиагностики, ухода от диагностики, желание прививаться, нежелание и так далее. Это все довольно много времени и сил занимает, и это влияет на ход самой эпидемии. Во многом и влияет очень сильно на организацию здравоохранения, в которой мы с вами внутри работаем. Сегодня мы на межведомственной группе по городу обсуждали важный вопрос, и как-то до того, как он был поставлен, я даже не думала, какая это серьезная проблема на сегодняшний день в оказании палеоативной помощи больным во время коронавирусной инфекции. Если у них долгое выделение вируса, больных никуда не берут, им не вытаскивают наркотики, уход от жизни ужасен, они не могут попрощаться с родственниками. Даже вот такие вещи, как бы, да, организационные, они нуждаются в решении, потому что мы живем в эпидемии второй год и будем жить, по-видимому, еще, но минимум полгода, а потом тоже вот расъебывать все это, да, даже если в случае станет меньше. И, конечно, во все это вмешивается интересы бизнеса. Как вы понимаете, любая компания, сделавшая вакцину, хочет как можно больше привить ее, сделавшая лекарства, как можно больше полечить и так далее, сделавшая какие-то там пульсоксиметры, как можно больше их продать, и все это тоже существует на рынке и влияет на то, как мы с вами работаем. Мы довольно долго анализировали, что происходит в мире и в Петербурге, выстроили вот такую эволюцию эпидемии и реакции системы здравоохранения, разделив ее на четыре этапа. В первом этапе мы с вами жили где-то до марта-апреля прошлого года, это этапе скрытого распространения, когда официально мы еще не имели случаев распространения коронавирусной инфекции в Российской Федерации, реально мы имели скрытое распространение, были случаи вирусной пневмонии, было полное отсутствие понимания, как правильно поставить диагноз, было, наверное, много малосимптомных форм, люди воспринимали это как ОРВИ и вообще не думали даже о том, что они больны, и, может быть, это даже те, кто сегодня слушает нас и общается, я в том числе и себя приношу, так сказать, к этому, отношу к этому числу людей, которые, например, болел вот чем-то, да, в феврале прошлого года, и вроде как и похоже, но когда объявили эпидемию, уже не болел, и вот, да, и этого уже никто никогда не знает, как бы, что на самом деле было. Вот, и вот эта эпидемия медленно нарастала, потом началась, как бы, да, во всем мире и кое-где она до сих пор происходит, большая такая война без оружия, потому что число случаев стало нарастать, стало много поступать больных при неготовности системы здравоохранения. Надо сказать, что нам в Российской Федерации еще очень повезло, во-первых, у нас система здравоохранения содержит много коек, и нам есть хотя бы куда больных складывать, но, во-вторых, мы все-таки имели возможность подготовиться к началу массового поступления больных и как-то уже понимать, что нас ждет. Но все равно в любой стране наблюдалось отставание реакции по введению организационных преобразований, дефицит СИЗО, дефицит персонала, массовое заражение медицинских работников и, в общем, не совсем понятные схемы лечения, которые менялись у нас с вами очень часто, и мы знаем, что, как минимум, Российская Федерация и Министерство здравоохранения выпустила 10 версий методических рекомендаций, и последняя очень сильно отличается от первой. Дальше мы живем сегодня в эпоху упорядочивания, когда настроена маршрутизация, налажено тестирование, выстроены алгоритмы, что делать с больными, есть система защиты персонала, в общем-то, люди, которые работают сегодня в красной зоне, уже не находятся в каком-то избыточном стрессе, вот они достаточно четко понимают, что они делают. Есть новая реальность работы вообще системы здравоохранения, продолжаются какие-то меры по изоляции, сдерживанию инфекций и так далее. Конечно, это не так все оптимистично, как может показаться, и в разных регионах немного по-разному все это происходит, но, тем не менее, какое-то понимание проблемы уже есть, и мы должны подойти к стадии управляемой инфекцией, когда появятся понятные доказательные данные, кое-какие из них уже сейчас есть, когда полностью внедрены инновации, начинается вакцинация, активно проводится, разовьется рано или поздно специфическая терапия, будет какое-то понимание, в общем, что нам делать. И последнее заседание сессии Российской академии наук, где очень много было докладов именно по созданию новых вакцин и противовирусных препаратов, в общем, у меня сложилось впечатление, когда умных людей послушаешь, ну, вирусологов, иммунологов, что еще очень много предстоит сделать, что, оказывается, не все белки коронавируса обладают должной иммуногенностью, не все антитела обладают способностью инактивировать вирус, тем более разных, так сказать, типов, поэтому все не так безоблачно, еще предстоит очень много модифицировать, чтобы как-то разобраться с этой ситуацией. В мире последствия коронавирусной инфекции определяют следующим образом, то есть, если посмотреть все влияние эпидемии на систему здравоохранения, большинство из нас с вами уже не работает сейчас в красной зоне и не лечит больных с инфекцией, но все время с этим сталкивается. Либо с заразившимися, либо с какими-то там бисимптомными носителями, либо с пациентами с постковидным синдромом, мы сталкиваемся очень часто. Есть немедленные эффекты, да, то есть это конкретно заболеваемость и смертность от коронавирусной инфекции. Есть больные, которые выздоровели, но они тяжелую инфекцию перенесли, им требуется иногда повторная госпитализация за счет тех последствий, которые они получили, включая инвалидизацию. Есть проблема ограничения ресурсов при оказании помощи при нековидном состоянии, да, то есть это в первую очередь мы в Петербурге видели проблемы по острому коронавирусному синдрому, инсульту и многое другое. То есть формально помощь не была ограничена, да, и все больным предоставлялось им помощь, но в реальности, например, больных с инсультом лечили на общих терапевтических отделениях, потому что неврологические койки были перепрофилированы под коронавирусную инфекцию и так далее, и это местами повлияло на то, что мы видели на практике. Ну и вот вы видите, четвертый квадратик самый большой из всех, да, и мировые эксперты предполагают, что наличие психотравмы, влияние на экономику, на социальные последствия, профессиональное выгорание врачей, которые вот в этом цепноте живут уже сейчас, ну, больше года, и вы уже знаете, что по всей стране объявлены нерабочие дни, а медики опять работают, да, и так далее, вот, да, то есть вот этот, в общем-то, перегруз психологический, он, считается, может потом плохо сказаться на том, что будет. Вот это вот мое авторское изобретение, мы назвали его «Эволюция концепции медицины во время пандемии». Мы долго обсуждали вопрос, как патофизиологическая медицина превратилась в доказательную, и с доказательной мы сегодня пытаемся выстроить в мире ценностную медицину, оцененную не только на значимости каких-то мероприятий, но и стоимости оценки этих мероприятий. И вдруг во время пандемии мы вступили в фазу так называемой медицинной мнения, или opinion-based медицина. И вспомните, как мы с вами речем коронавирусную инфекцию. Прочитали где-то присланную по WhatsApp схему, которая применяется в каком-либо техасском университете, и, значит, начинаем использовать то меланотонин, то витамин D, то витамин C, то все вместе, то фаматидин, то, как сказать, что-нибудь еще, то гидроксиклорохин. Но, как бы, в целом практически без какой-либо доказательной базы, ориентируясь на мнениях конкретных совершенно там медицинских работников, университетов, opinion-лидеров, в конечном итоге большая часть из этого потом отметается и остается без интереса. Но вот такая интересная часть нашей с нами жизни, когда все наши представления о том, как правильно выстраивать рекомендации, в какой-то степени порушены. Мы оказались в истории, когда есть проблема, ее надо решать на основании здравого смысла и очень ограниченных знаний, что мы пытались делать все это время. Если посмотреть, как эпидемия вовлекает болезни системы кровообращения, то есть, собственно, поражение сердечно-сосудистой системы вирусом, и, к счастью, оно встречается не так часто, как думали. На то, что первое время появились публикации, которые говорили о том, что чуть ли не 85% больных и переносят миокардит, это катастрофа, у всех больных будет фиброз, сердечная недостаточность. Сейчас показано, что это не так, на самом деле, это встречается не настолько часто, но это бывает, и тяжелый миокардит, нарушение ритма очень характерно для этих пациентов. В чем сложность? Не так легко поставить диагноз миокардита при коронавирусной инфекции, потому что там то же самое повышение тропонина бывает без миокардита, и, в общем, даже диагностика инфаркта миокарда достаточно сложна. Вторая проблема – это то, что алгоритмы лечения, строго говоря, отсутствуют. Я буду рада, если кто-то поделится со мной, как лечат в Томске, но мы на сегодняшний день ведем этих больных с тяжелыми миокардитами, в том числе и на гормонах. Вроде бы это помогает, но сказать о том, что это отработанная схема лечения, которая не оставляет никаких вопросов, в общем, очень достаточно сложно. Вторая огромная проблема, с которой все столкнулись – это повышение риска тромбозов и тромбоэболических осложнений. Причем зачастую это выходит на первый план. Больные поступают с инсультами, с острым коронарным синдромом. На самом деле причиной толчком к развитию этого тромбоза является инфицирование коронавирусом. И, в общем, сегодня появились публикации, которые говорят о том, что якобы этот спайк протеин даже сам по себе, без присутствия ДНК вируса, может способствовать нарастанию риска тромбозов. И именно поэтому вакцины AstraZeneca и другой такого принципа могут предполагать чуть-чуть повышать риск тромбозов. Но это пока только чисто научные данные. Есть проблемы кардиотоксичности противовирусных препаратов. Но сейчас лапиновир или серетиновир уже не применяются, согласно нашим рекомендациям. Но нужно помнить о том, что и гидроксиклорахин, и фабиперавир тоже могут удлинять КУТ и влиять на некоторые другие функции сердца. Ну и самое главное – это в конце, это снижение доступности помощи и снижение обращаемости граждан. Причем второе, наверное, даже важнее, чем первое. И до сих пор больные предпочитают оставаться дома с тяжелой патологией, предпочитают не ходить к врачу, вообще замыкаются внутри, прерывают свою лекарственную терапию по сердечной недостаточности, по артериальной гипертензии и не имеют возможности диспансированного наблюдения. Конечно, мы все говорим о телемедицине, но на практике это не так хорошо получается, как бы нам хотелось. И вот в итоге мы имеем все-таки ухудшение мониторинга лечения хронических заболеваний. И это обязательно скажется на росте смертности от болезни системы кровообращения. Естественно, все регионы думают о том, как это предотвратить. Итак, есть четыре блока болезни системы кровообращения, к которым относится и церебромаскулярная патология, а именно инсульт, которые тесно связаны с коронавирусной инфекцией. Вот, это сердечная достатность как таковая. Вот, и при инфицировании этих пациентов происходит утяжеление хэсэн, и болеют они, и даже выделяют вирус в два раза дольше, чем здоровые люди. Есть вопросы повреждения собственным миокардовирусом, которые мы уже более-менее разобрали. Может даже развиваться кардиоген и шок, но и есть проблемы инсульта. Ну, и перед вами самый первый слайд, который был опубликован на основании китайского исследования уже больше года назад. И тогда было показано, что сердечно-сосудистые заболевания сами по себе являются очень мощным фактором риска подтвержденного случая коронавирусной инфекции, в том числе смертельного исхода. И среди этих состояний находится, собственно, артериальная гипертензия. Обращаю ваше внимание, что онкология, да, даже менее значима была на тот момент как фактор риска, чем наличие именно аэроскоперсионально-сосудистых заболеваний и сахарного диабета. Если говорить о факторах риска с точки зрения риска заразиться, иметь негативный прогноз или иметь сердечно-сосудистые проявления, то они немножечко разные, в том числе молекулярные маркеры. Но артериальная гипертензия, перенесенные сердечно-сосудистые заболевания, являются факторами риска тяжелой инфекции, и это большая проблема. Почему так много говорим о ренингиногензиновой системе? Потому что вирус проникает в клетку, в том числе альвеолярного эпителия, за счет связывания с ангерзинопрощающим ферментом второго типа, равно как еще пара ферментов, о которых нет времени сейчас рассказывать, но не только этим механизмом. Но при этом возникает повышенная экспрессия этого фермента, и все это может приводить к повреждению эпителия альвеол. Этим объясняют отчасти более высокий уровень заболеваемости инфекции среди мужчин и лиц монголоидной расы в связи с тем, что у них выше уровень этого фермента. И вот когда это было обнаружено, обнаружено это было тоже еще в ноябре прошлого года, то в интернете появилась информация о том, не нужно ли нам осторожнее относиться к блокаде ренингиногензиновой системы у таких пациентов. И даже были рекомендации по отмене ингибиторов ПФ. Но достаточно быстро появились консенсусы всех международных обществ. Это Европейское общество по гипертонии, Европейское кардиологическое общество, Международное общество, Канадское, American College of Cardiology, и, наконец, Российское кардиологическое общество. Вот все опубликовали консенсусы и свои рекомендации. Четко было показано, что ни в коем случае отменять ангетинозепращивающие ферменты ингибитора и блокады рецепторов компьютер-инзина-2 этим пациентам не нужно. И к этому нет никаких оснований, нет никаких реальных клинических данных о том, чтобы это могло быть сказано неблагоприятно. И даже есть обратное, есть позитивные данные, которые я покажу. В целом, сердечно-сосудистая терапия тесно оценивалась в ее связи с риском получить тяжелое течение коронавирусной инфекции и смерть непосредственно от этого заболевания. И согласно метаанализу, опубликованному в августе 2020 года, только статины из всех препаратов, которые мы используем, существенно снижают риск, но снижают значимо с соотношением шансов 0,28. В отношении во многих американских клиниках статины входят в базовую терапию коронавирусной инфекции наравне, допустим, с витамином D, витамином C и какими-то противовирусными препаратами. И они назначаются пациентам, несмотря на тяжесть течения и уровень исходной липопротеи. Но у нас в России не рекомендуется, тем не менее, мы ни в коем случае не отменяем эту терапию. И показания у нас, собственно, к лечению такие же, как и у обычного пациента, только если вы имеете повышение трансаминаз более чем в три раза, что при инфекции это бывает достаточно часто, то может рассматриваться вопрос о временной отмене. Ингибиторы ПФ, блокады рецепторов конгентинзин-2, антагонисты кальция-бета-блокаторы, прием мочегонных, в том числе форосимида. Одно время возлагались надежды, но существенных, значимых статистических различий получено не было. Одно время писали о том, что амепрозол может обладать плохим действием и нужно всех больных переводить на фаматидин, который снижает поступление вируса. К сожалению, этого не получилось, но в то же время и к счастью, по фаматидину не подтвердились данные превентивные, но и к счастью, и опасения по поводу амепрозола не оправдались, поэтому мы можем этим больным назначать. Блокаторы водородной помпы достаточно безопасны, потому что они все получают антикогулянты и большие дозы МФВС, и, конечно, в них нуждаются. Ну, если суммировать это, то в целом хочется сказать, что сердечно-сосудистая терапия на фоне инфекции нет, меняется. С бета-блокаторами нужно быть осторожными и по сердечно-сосудистой патологии продолжать их терапию. Тем не менее, у больных бывает бронхообструкция. По статинам я все уже сказала. Амепрозол, конечно, осторожно в плане удлинения КУТ, и, конечно, антикогулянты составляют ключевую позицию, и больные, которые имеют высокий риск в эмболических осложнений и получают их до трех месяцев после окончания инфекции, как минимум. Считается, что это снижает риск отдаленных болей. Несколько слов о постковидном синдроме, который составляет огромную проблему на сегодняшний день. Я думаю, что уже достаточно много врачей, которые болели в той или иной форме коронавирусной инфекции, и они получили достаточно те или иные симптомы постковидные, чаще всего это выраженная слабость практически, истощение невозможности работать, сохраняющаяся одышка, но нередко остаются и симптомы в виде болей в грудной клетке, суставной синдром, центральной нервной системе поражений и многое другое. Но вот последние публикации сказали нам о том, что длительно сохраняющаяся анасмия прогностически очень неблагоприятна, и есть риски того, что может развиваться в дальнейшем риски деменции болезни Альцгеймера у больных, если анасмия больше 3-6 месяцев. Ну и подытоживая все вместе, хочется сказать, какие задачи стоят перед кардиологом, когда он лечит опалаторного пациента с коронавирусной инфекцией. Но всегда помнить о том, что любое сердечно-сосудистное заболевание, даже такое, казалось бы, невинное, как гипертония, это фактор риска тяжелого течения. Вот, мы должны убедиться в том, что терапия основного заболевания продолжена, особое внимание уделить статинам, инкибиторам, НПФ, диуретикам. Возможно, потребуется коррекция дозы, потому что мы должны не забывать, что наши пациенты могут мало пить, да, иметь обезвоживание, а в то же время они принимают НПВС и задерживают живостью. Мы также должны понимать, что пациентов, которых мы получаем в амбулаторную сеть после стационара, да, имеют целую проблему противовоспалительной терапии, которую они получали. Это глюкокортикостероиды, которые повышают уровень артериального давления и глюкозы. Это ингибиторы Янускеназ, на фоне которых выраженная гиперлипидемия может развиваться и повышается риск тромбозов. Это антицитокиновая терапия, которая вся повышает уровень артериального давления. Ну и закончить мне хотелось сегодня тем, что мы должны помнить, что леча любое заболевание, я часто говорю об этом с трибуны, даже коронавирусную инфекцию, главное помнить, что половина наших больных все равно погибнет от болезни системы кровообращения, от среднесосудистых осложнений. И артериальная гипертензия вносит самый существенный вклад в развитие целого ряда осложнений, которые мы рискуем получить. И сейчас, конечно же, во всех регионах большое давление на медицинских работников в сфере необходимости снизить смертность хотя бы до инфекционного, в том числе от болезни системы кровообращения. И что мы реально можем сделать в отношении наших пациентов, это, конечно, обеспечить тщательный контроль артериального давления при помощи, может быть, телемедицинских технологий, каких-то виртуальных визитов к врачу и так далее. Но это фиксированная комбинированная терапия, это хорошая приверженность к лечению, это постоянный мониторинг состояния для того, чтобы наши пациенты выживали в том числе и с постковидным синдромом, но по поводу которого теперь тоже отрабатываются различные схемы лечения. Спасибо большое за внимание. Я думаю, что я в своей...